Юль, мы так давно с тобой знаем Мишу, скажи, что особенного ты заметила в нём за это время? Знаешь, я заметила, что Миша ценит человека больше, чем мероприятие, и если нужно, он перестроит свои планы для того, чтобы помочь человеку. Да, и в плюс к тому, что ты сказала, он не жалуется, не афиширует, как мало он спит иногда. Кстати, Миша не говорит о сделанных добрых делах, это удивительно и очень по-библейски. А ты заметила, как он чётко задаёт людям вопросы на подумать? Человек просто задумывается на год вперёд. У него также очень хорошо получается задавать вопросы по Библии. Как он это делает? Мне нравится, что Миша не придерживается формальностей, а действует по принципу субботы для человека, а не человек для субботы. Мне нравится его умение сеять надежду в людях, поддерживать в них огонь. Слава Богу за это качество. Миша, с днём рождения тебя! Миша, ты совсем согласен, что мы сказали? Да. Без вариантов. Рада, что у нас есть такой друг, как ты, и спасибо тебе большое за то, что... Пожалуйста, пожалуйста, с тебя тортик и... Всё, пока. Похлопаем, похлопаем! Мишка, поздравляю тебя с днём рождения! Мне повезло, как никому, от того, что у меня такой брат, как ты. Я на самом деле тобой горжусь, и многие друзья мои с разных стран, которые не знают тебя, я уверена, что они хоть раз, как минимум, слышали о тебе. Очень рада, что ты инвестируешь своё время, вкладываешь в людей, даже эти марафоны, которые ты делал. Я понимаю, что если бы их не было, ты бы больше проводил времени со мной, но на самом деле я рада, что ты являешься благословением для других людей. Как я говорила, я тобой горжусь, я тебя люблю, и мне очень повезло, что ты мой брат. Вот. Ещё я думаю, что тем, какой ты есть, да, как ты любишь Бога, как ты себя ведёшь, какой ты есть, ты задаёшь очень высокий стандарт другим людям в моей жизни. Вот. Являешься большим примером, и, как никто другой, я знаю тебя дома, знаю, какой ты есть, и на самом деле я благословена тем, что ты мой брат. Вот. Я тебя люблю. С днём рождения, поздравляю. Мишенька, я также хочу поздравить тебя с днём рождения и пожелать тебе свой любимый стих. Притча 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни всегда своё сердце в чистой тень. С днём рождения. Ага, вот ты где. Миша, ай-яй-яй-яй-яй. Как так? Все болеют, а ты нас не поддерживаешь. В общем, ой, на самом деле. Я благодарен Богу, что часть моей жизни, она соприкасается с тобой. С такой интересной личностью, как Тимитэй. Хочу пожелания тебе сказать о том, чтобы ты ценил всё то, что у тебя есть. Хотя я понимаю, у тебя будет много пожеланий, но всё же я скажу. Я так наслабдаюсь, проходя по улице. Проходит час. И понимаешь, всё не вечно. Жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечное. О том, что нужно всё ценить. Беречь всё то, что нам даётся. Ведь жизнь, как тоненькая нить, она порой внезапно бьётся. Хотя мы при смерти только приобретаем, но всё-таки некоторые обстоятельства заставляют нас по-новому взглянуть на личностные отношения с людьми. И особенно с Богом. Поэтому, брат, с днём рождения тебя. Любим тебя. И не болей. Надеюсь, к этому моменту у тебя не будет температуры. Мишка, я поздравляю тебя с днём рождения. Я не знаю, сколько я тут уже просидел, думал. Что тебе пожелать. Потому что ты уже очень многое понимаешь в фарисианской жизни. Разбираешься в фарисианских вопросах. Что к чему. И даже то, что когда человек возрожденный, он дальше с годами, спустя год, пять, десять лет, всё равно приобретает изменения. И это ты понимаешь прекрасно. Я тебе желаю, чтобы ты отдыхал, чтобы ты всегда имел вдохновение. Чтобы ты, кто тебя вдохновляет, чтобы ты вдохновлялся и создавал для себя проекты. Чтобы ты не уставал, чтобы не опускались руки. Поэтому бери для себя моменты отдыха или какой-то отпуск. Пускай даже это будет просто посидеть полдня дома или куда-то поехать, например, развеяться. Или просто перестать что-то делать, рутинную задачу, которую делаешь, например, каждый день или регулярно вор. Ещё раз поздравляю тебя за рождение. Хотел бы тоже не ставить небольшое пожелание сегодня тебе. Счастлив, что ты у нас есть. Я первое, что скажу, да, это то, что это очень ценно для нас. Особенно для молодых братьев, которые только вот вливают в служение, что ты являешься поддержкой. Потому что ты показываешь, да, как нужно делать. Не просто говоришь что-то, показываешь на своём примере. Это очень важно, это очень правильно. Хотел немножко сегодня тебе пожелать маленькое такое, оставить пожелание, урок. Я его для себя взял в первую очередь. Это то, что Бог верен. Знаешь, замечаю в последнее время, что вот смотря новости, смотря статистику и вообще общаясь с людьми, не знаешь, чему верить. Везде какая-то ложь, всё пропитано выгодой для кого-то или для чего-то. Но вот смотря или читая Священное Писание, я понимаю, что вот Христос сделал так, что это то письмо, те слова, то утешение, которое мы имеем, и в нём нет лжи. В нём нет притворства или обмана, лицеприятия, чего-либо ещё. Я хотел бы тебе сегодня пожелать, чтобы ты доверял Богу. Чтобы ты верил Ему и помнил, что Он верен до конца. Знаешь, Он как-то пообещал всем нам, что Он вернётся. Он вернётся за нами, и мы ждём. Мы смотрим на все эти события и понимаем, что время близкое. И я хочу тебе пожелать стих. В Откровении 21 главе 4 стих. И отрёт Бог всякую слезу сочей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Что бы ни было здесь, оно пройдёт. Очень важно нам чаще-чаще думать о том, что не пройдёт никогда. Это то, что мы сделаем здесь, это наша душа. Будь благословен, брат, люблю тебя. И счастлив, что в моей жизни есть такие люди. Будь благословен. И помни над тем, что есть то, что не пройдёт никогда. То, что станет с нами навсегда. Уделяем времени этому. Пока. С днём рождения! Миша, мы хотим тебе на память оставить один стих из Библии. Он записан в Тоготконе. 31 глава, 8 стих. Господь сам пойдёт при тобою. Сам будет с тобою. Не отступи до тебя и не остави тебя. Не бойся и не ужасайся. Всегда помни, что Бог всегда с тобою, всегда рядом. И в трудную минуту всегда тебе поможет. Благослови тебя, Господь. Дорогой брат, я так же хочу поздравить вас с твоим днём рождения. Когда я думала, что тебе сказать, такое пожелание тебе сказать, было много всяких мыслей, но почему-то мне захотелось сказать, что это связано с нашей нынешней ситуацией. Это с нашим заболеванием, да. Да, это неприятная ситуация, но на самом деле через эту ситуацию я увидела, насколько мы сплочённые. Насколько мы любим друг друга. И эту любовь мы имеем в госпитале. И это невероятно. Это что-то уникальное, и мы должны быть благодарны за это. Но пожелание у меня будет не в этом. Моё пожелание, что я хотела бы тебе пожелать. Знаешь, одна из твоих любимых тем это похороны. И гимны, которые мы поём, они есть любимые, которые мы поём на похоронах. Только у нас считается, что это похоронная песня, но они твои любимые. И я хочу тебе сказать такое пожелание. Брат, обычно на похоронах принято говорить о людях хорошо. Но я хочу тебе пожелать, чтобы на твоих похоронах это было искреннее. Проживи жизнь так, чтобы на твоих похоронах людям хотелось говорить о тебе хорошо. Не потому, что принято, а потому, что им хочется говорить. Потому что ты был таким человеком. У тебя это получается. Я думаю, что если Бог даст нам жизнь, я побываю на твоих похоронах, я точно буду говорить о тебе хорошо, это будет от чистого сердца. Пусть Бог благословит твою жизнь, твоё храждение перед Ним. Проживи так, чтобы когда ты умер, люди бестойно говорили о тебе. Вот это был Сын Небесного Отца. С днём рождения тебе, да? Всего тебе самого наилучшего. Мой дымся о тебе. Поздравляю тебя с днём рождения и желаю обильных Божьих благословений. Также желаю тебе стих из Библии, притчи 10 глава, 22 стих. Благословение Господне, оно обогущает и печали с собой не приносит. Пусть Господь тебя и дальше ведёт, помогает во всём и благословляет. Как прекрасно осознавать, что мы в руках нашего Небесного Отца. Пусть Его Святая Рука всегда будет на тобой. С днём рождения! Миша, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе Божьих благословений и хочу тебе пожелать такой стих из Библии, как в Салом 36, 23, 24. Господом утверждается стопа человека, и Он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадёт, ибо Господь поддержит его за руку. Хочу пожелать, чтобы ты всё давал в руки Бога и надеялся только на Него. Желаю тебе Божьих благословений. С днём рождения! Мишаня, брат дорогой, мы тебя поздравляем с Новым Годом! В эти нелёгкие дни, это нелёгкое время, в наших обстоятельствах, и то, что мы сейчас переживаем, и то, где мы сейчас находимся, желаем тебе сюда не попадать. А что мы хотим пожелать от нашей семьи? Ну, имею в виду от молодёжной семьи, которая младшая молодёжь, это Наташа, я и Саша. Желаем тебе, чтобы твоё духовное здоровье всегда было стабильно крепким, укреплять свой иммунитет, для того, чтобы не иметь духовных проблем и духовных болезней. Ну вот, в принципе, всё, что мы хотели пожелать. Тебе Божьих благословений в Новом Году! Мишаня, хочу тебя поздравить с днём, когда ты стал старей ещё на год. Но это не настолько печально, потому что, например, как вот эти вот цветы, чем они старее, тем они становятся прекраснее и необычнее. А ты с возрастом становишься только мудрее. Так что не бойся стареть. Доброго ранка, дети! Тема сегодняшнего нашего уроку психология и физиология людини у віці 32 года. Криз за 30-ти уроки успешно пройдёт. Настаёт час підведения письмоков и расследовательных перспектив. Приходит гармония и бажания суспільного визнанья и спокойного семейного життя. Відбувається примиття своих недоліків, в связи с чем, развивается реальный погляд на своё життя. И когда выникает депрессия, после понимания того, какие возможности были в юности, сколько шансов втрачене и как могло бы смениться життя. Физиология віку. Людина вважається цілком сформованою та зрілою. Органи людини знижують свою функціональність нерівномірно. З 32-х років у чоловіків знижується сприйняття зеленого кольору. Міша, який кольор? Ну, я ж казала. Відбувається поступове зниження слуху. Він гірше сприймає високі ноти. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Він все одно погано вчора, дівчат. Да, ладно. Ничего, так. Позвони мне друг, если что-то вдруг в твоей жизни пойдет не так. Я к тебе приду, и твою беру. На двоих мы разделим столок. Позвони мне друг, если слава вдруг, но в жаль тебе тяжело. Я к тебе приду, просто обниму. Знай Бог, почему, для чего. Мішка, я хочу пожелать Тебя, чтобы в этом году у Тебя была королева. И чтобы Бог бласловил Тебя этим. И побольше витаминов в Вашей жизни. Бласловлений! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!